Жирико В 1818 году Жирико создал знаменитое монументальное полотно «Плод Медузы», где передал трагедию людей, спасающихся на плоту после гибели фрегата «Медуза». Картина написана так ярко, что кажется, будто художник сам пережил кораблекрушение, находился на плоту среди страдающих людей. Большой любитель и знаток лошадей Жирико часто делал их героями своих полотен, например, в картине «Бег свободных лошадей в Риме», а также в известном произведении «Скачки» в Эпсаме, где великолепно показал стремительное движение этих великолепных животных. Большинство произведений Жирико находятся в Лувре. Рансар Пьер де Рансар Творчество Рансара оказало большое влияние на развитие французской поэзии. Папирус Многолетнее травянистое растение семейства осоковых. Стебель прямой, треугранный, достигает 4-5 метров в высоту. Прикорневые листья узкие и длинные, но значительно короче стеблей. Соцветия очень крупные, зонтиковидные. Цветки обои полые, без оклоцветника. Из стеблей папируса в Древнем Египте делали бумагу, одежду, лодки и многое другое. Китоглав Крупная птица высотой до 140 сантиметров, размах крыльев которой около 250 сантиметров. Клюв широкий, массивный, с крючком на конце. Благодаря клюву эта птица искусный рыболов. Оперение серого цвета. Маховые и рулевые перья черные. Распространен китоглав в Африке, верховьях реки Конго и на Белом Ниле. За большой клюв жители Африки называют эту птицу отец башмака. Умбра От латинского «умбра» – тень. Природный минеральный пигмент – продукт выветривания железных руд. Применяют умбру для приготовления различных красок. Цвет – от светлого красновато-коричневого до зеленовато-коричневого. При прокаливании получают темно-коричневый пигмент – сженую умбру. Умбра или «евдошка» – небольшая рыбка, обитающая в водах Дуная или Днестра. Длина тела 5-9 см, вес до 27 г. Окраска красно-бурая, на голове и боках темные пятна. Икру «евдошка» откладывает в гнезда в грунте. Икринки охраняет самка. Данный вид занесен в Международную красную книгу.